Мы пересмотрели отдельные подходы к несению службы, разбили город на определенные зоны, увеличили присутствие автопатрулей в городе Могилёве и перевели их на службу 24 на 7. Таким образом, повысили эффективность реагирования на поступающие сообщения граждан. По такой новой схеме работает самый молодой и пока единственный в стране специальный патрульно-постовой батальон имени Владимирова. Он был создан в Могилёве два года назад и первое время работал в тестовом режиме. Но уже через год доказал свою эффективность и получил громкое имя самого известного батальона милиции, бойцы которого защищали Могилёв в годы Великой Отечественной войны. По результатам прошлого года, благодаря командной работе службы преступность в общественных местах города сократилась на 16%, а из каждых 10 преступлений 7 раскрыты. Подразделение на пороге расширения скоро изменит свой адрес. Новое место дисфекции батальона, которое будет оснащено всем современным оборудованием, как спортивным инвентарём, средствами техники, связи. Единое управление помогает оперативно реагировать на ситуацию в любой точке города, уделять внимание подготовке кадров, создать крепкий коллектив. И если раньше потолок званий упирался в несколько офицерских должностей, то теперь шансов получить золотые звёзды и сделать карьеру внутри подразделения стало больше, как и требований к потенциальному кандидату. Просто физической подготовки уже мало. Портрет сотрудника патрульно-постовой службы милиции специального батальона – это молодой человек в возрасте до 30 лет, который, безусловно, должен быть, во-первых, патриотом своей родины, во-вторых, иметь выдержку и терпение при общении с гражданами, так как ситуации бывают крайне различные и провокации не исключены в процессе несения службы. 30 тысяч шагов за смену к таким цифрам в своём смартфоне уже привык милиционер Вячеславу Мальцем. Но для того, кто носит чёрный берет, такой маршрут сущие пустяки. Марш-бросок с препятствиями в 9 километров, неимоверная слаженность, точность и доли секунды на принятие решения – так работает элита МВД. Все эти навыки могут пригодиться во время службы. Могу долго бежать за преступником. Я сам по себе занимаюсь и на данный момент лёгкой атлетикой, бегаю. Поэтому, если преступник будет от меня бежать, ему надо будет очень сильно постараться. Дело в том, что нам поступила заявка на ваш имя, на ваш номер телефона, на оплату покупки детского и первого окреста стоимостью... На это может купиться не только пенсионер, а любой образованный человек, просто поддавшись эмоциям. Тренд последних лет преступления перетекают в онлайн. Борьба с киберпреступностью стала одним из главных направлений работы в милиции. В 2023-м правоохранители зафиксировали более 18 тысяч подобных случаев. Практически на четверть больше, чем в предыдущем году. Вместе с количеством таких дел растёт и их сложность. Теперь доверчивым людям обещают быстро разбогатеть на торговле криптовалютой. Часто речь идёт о крупных суммах. То есть проблемным является то, что люди, скажем так, гоняясь за каким-то заработком дополнительным, не владея познаниями в этой сфере, доверяют совершенно незнакомым людям, которые предлагают оказать услуги по трейдингу, по продаже криптовалюты и прочее. И переводят им свои денежные средства, даже не понимая сути самого заработка, просто доверяясь, скажем так, вот этим уговорам этих лиц, что будет и автомобиль новый, и квартиры. За прошлый год в Гомельской области раскрыли 11 таких преступлений с общим преступным доходом около 6 миллионов рублей. Используют злоумышленники в своих целях и возможности нейросетей. Потерпевшие часто рассказывают, что голос звонившего совпадал с голосом их родственника. Искусственный интеллект используют и для составления грамотных, вызывающих доверие фишинговых писем. Поймать хакеров непросто. Большинство интернет-мошенников действуют из-за границы. Однако в поле зрения милиции попадают их подельники, которые выполняют функции курьеров и обналичивают украденные деньги. Организованные группировки выслеживают и ловят с поличным. Виртуальный мир небезопасен, но даже когда проблемы возникают в нем, на помощь приходят реальные герои нашего времени, которые всегда рядом.